А вы еще более конкретно давайте дату, число, за кого, фамилия, имя, отчество, где искать, сколько у него денег. Я когда-то так делал. Пришла ко мне девочка, Лиза ее зовут, и говорит мне, когда я выйду замуж? Ну, ближайшее время. Когда точно? Скорее всего, вот в этом году, может быть, в марте. Когда точно? Я говорю, ну в марте. А кто он будет? Ну, его будут звать Виталик. А какого он роста? Высокий. А где я с ним познакомлюсь? Я говорю, тебе что нужно? Полную эксплуатацию к применению, чтобы ты уже не промахнулась. Имей совесть. Если Бог создал человека так, чтобы все события в его жизни, появляющиеся, были тайны для него, значит, это же нужно Богу или не нужно? Вы никогда не задумывались, что человека, который предсказывает события, наказывают за то, что он предсказывает то, что человек не должен знать. Почему я так говорю? Я занимаюсь эзотерикой очень давно. Сам являюсь, ну, ордена Ленина, души Красного Знамени. Тьфу, Ленина нет. И Красного Знамени тоже нет. И могу сказать, что за много лет моих я знаком со всеми звездами самых, наверное, невероятных величин эзотерических, которые есть на территории постсоветских пространств. Конечно же, количество людей, которых я знал и которых я знаю, которые занимались эзотерикой, их бесконечное количество. Все было на моих глазах. Я помню, как появлялся Лонга, я помню, как появлялся Гробовой. Помню и был знаком, и знаком до сих пор с Гробовым. И знаком с Кравченко Аркадием Ивановичем. Знаком с Червоненко Александром Ивановичем. Знаком с кем я там только не знаком. С Лэпом, с Шепом и так далее. То есть это такое большое количество людей, которых я знаю лично. Также знал очень таких звездочек красивых и умненьких, которые очень хорошо начинали и очень хорошо стартовали. То есть это выглядело так. Человек говорит, я буду заниматься эзотерикой, читать лекции, читать курсы. Я буду там это все продвигать, пусть в моей жизни там можно ли, не можно. Я говорю, да я не могу ничего сказать, хочется вам, делайте. И они как звездочки так вот появлялись. Допустим, Гарик из Николаева, Гарри Александрович из Николаева, Николай Николаевич из Киева. И там очень много людей, знаете, эзотерика она всегда притягивала. Я знаю там и знал, и очень много всегда имел знакомых, которые связаны там с эзотерикой, с целительством. И от Мальфаров до... от Ничая, которого лично знал, там до заканчивая там до Маришки, которая в Болгарии принимала. То есть я могу сказать, что этот путь, который я прожил, он интересный, потому что я коллекционер, со мной с легкостью знакомиться. Я сейчас знаю людей, которые там в Украине читают, там самые лучшие читают по Юрведе, самые лучшие там иглоукалывания, там ЦАИ, здесь у нас самые лучшие по тибетской медицине. Этих людей знаю. Это не секрет, они меня знают там. У нас, возможно, с кем-то не встречаюсь, почему? Ну мне не нужно. Но к чему я это все говорю? Я могу сказать, что очень часто самые яркие, которые занимались или начинали заниматься, они очень быстро уходили. То есть если у человека очень легко получалось там предсказывать. Вот на Подзорову эту посмотрите. Ведь ей там 30 лет или сколько там, до 40 лет. Посмотрите, в ней 200 килограммов веса уже, ну может меньше. Но я не хочу ее обидеть. И это не мое мнение, какое угодно пусть образ жизни ведет и так далее. Но она там куда-то заглядывает, как-то снимает информацию. Скажите, она выглядит здоровым человеком? Ответ нет. Вот Соло выпустила про меня видео, сказала, что у меня душа такая или еще какая-то. А я хочу сказать, как медицинский работник, что необходимо ей принимать гормоны от автоиммунного тиреодита. Потому что он ее мучает, а на этом фоне у нее, видимо, развиваются психические болезни. Там у одних ожирение, у других еще что-то. Почему это так происходит? Есть тайна, они божественные, они от людей скрыты. Когда находятся люди, они начинают эти тайны рассказывать кому-либо. Если у этих людей, кроме гордыни и своего намерения, и четкого понимания того, как это работает и что с этим делать, нет, то эти люди могут в дальнейшем закончить плохо. И именно это и происходит. За много лет моей жизни я видел, как самые яркие и сияющие. Ну, например, Гробовой, где закончил в тюрьме. Лонга, где закончил, умер. Один из самых популярных колдунов, чем закончил? Смертью. И знаете, сколько знаю таких? Миллион. Онкология, инсульты. Недавно вот одна моя подружка, хотел сказать, наверное, не буду, занималась астрологией, целительством, популярной в интернете и блогер, и с моей подачи даже ей разрешала это делать. Инсульт. Два дня назад, три дня назад умерла. При этом люди, которых она лечила, постоянно говорили, такая хорошая, такая молодец, так все получается, так великолепно, супер, супер, супер. Я при этом ей когда-то говорил, что не нужно тебе это заниматься, у тебя твой генитурный образ, в котором ты находишься, он яркий. И ты своей яркостью и душевной добротой будешь помогать людям и будешь лечить. А там вспомнить, вспомнить можно многих, знаете, Левашов очень поправился, после этого умер. Конечно, нашлись там кто, там Кашпировский Анатолий Михайлович, там Чокар Кашпировский, он же жив. Жив, но за счет чего жив? За счет того, что дочь в свое время умерла. Вы понимаете, этот путь, он такой болезненный. Для тех, кто занимается на этом и зарабатывает вот таким образом с легкостью деньги, они должны знать, что проблемы могут быть и со здоровьем, и с жизнью. Поэтому это не тот путь, который необходимо выбирать для профессии и жить в этом счастливо. Либо быть таким человеком, как я, который очень разбирается в этом. А я, проходите мои ступени, я вас научу разбираться. Также объясню, что такое прибежище и как вообще с этим всем необходимо. А так по наитию может каждый, только потом как откашливать неизвестно. Поэтому, будут ли у дочери или не будут, давайте оставим эти тайны тайнами. Пусть будет самое прекрасное. Наоборот, вы вместо этого сказали бы, Андрей Андреевич, пожелайте моей дочери 35-летней, чтобы она замуж вышла. Я бы сказал, пусть эта маленькая девочка выйдет замуж. Кстати, почему женщина замуж не может выйти? Послушайте, все находится на такой поверхности прямо. Но люди обычно не видят. Ну и это такая особенность, знаете. Невидимость этого мира является одной из тайн. И мы всегда хотим заглянуть в эту щелочку для понимания его дел божественных.